Привет! Мы начинаем прямой эфир по теме терапия маникюр или терапевтический маникюр. Давно планировали эту тему разобрать. Как раз сделаем обзор по набору Therapy Nail System. Этот набор, сет или бокс, где входит три лечебных препарата. Я расскажу, как пользоваться этим сетом, как делать маникюр на этом комплексе. Мы будем его комбинировать с буст терапией обязательно. Я сделаю сравнение обязательно с Natural Force. Это самый топовый лечебный продукт из всей линейки нашей. И я так думаю, станет понятно, как этим работать, как это продвигать, как это продавать. И сейчас, кстати, это тоже будет вот такой как бы востребованная услуга будет. Я сейчас объясню, почему. Попросите ему написать. Ой, слушай, тут прямо это, смотрите, хейтеры набежали. Давайте мы начнем блокировать, хорошо? Я, если буду успевать блокировать, я буду блокировать, да, нецензурную лексику и так далее, да, ввиду вот этих настроений всех. Мы вас всех приветствуем, всех вас любим, продолжаем делать поддерживающие прямые эфиры для специалистов. И будем их делать по разным темам, в том числе и по темам технологий, то, с чем мы работаем с клиентами каждый день. Ну и будем затрагивать другие темы, и что хотите разобрать, там может быть ценообразование, или там еще что-то, еще что-то, пишите, будем эти темы тоже поднимать. Попроси тему на все. Напишите, пожалуйста, тему терапи-маникюр. 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 Я сейчас прикреплю, а ты пока говори. Вот, в целом, что хочу сказать по тому, меняется ли сейчас спрос на ногтевые услуги, очень интересно наблюдать. Смотрите, да, вот я же сейчас наблюдаю за нашими салонами, которые в Ростове-на-Дону. Я не беру Питер, потому что он только стартанул, сейчас очень сложно подводить итоги его деятельности. Он, как говорится, не раскачался, еще и, как говорится, в кризис по полной программе попал. А если брать ростовский салон, который давно работает, то трафик клиентский у нас не снизился. Он стабильно сейчас повышается, и мы входим в сезон. И мы стабильно входим в сезон. И мне очень интересно сейчас попрашивать клиентов, почему они маникюр, ну, как говорится, не экономят на нем. Сейчас экономят, смотрите, на одежде, сейчас экономят на каких-то там изысках, ну, в плане продуктов, экономят, может быть, на каких-то дорогостоящих уходах по лицу, по телу, там, может быть, на каких-то дорогостоящих уходах по, там, по волосам. Ну, вот маникюр – это то, что, ну, как говорится, какую-то же радость жизни женщине нужно оставить. На маникюр ходят. На маникюр ходят, делитесь, как у вас ситуация в этом плане, так же у вас, или у вас там какой-то, как говорится, спад или еще что-то. Ну, то есть, пока мы этот спад не наблюдаем. Что я рекомендую мастерам делать? Ну, во-первых, максимально держать цены, то есть, в кризис не надо дергать цену, и мы, ногтевики, можем себе позволить не дергать сильно цену. То есть, вот насколько это возможно, насколько оттянуть, возможно, повышение, ну, то есть, не надо сейчас вот экспериментировать с ценами, вот в этот, как бы, непростой, сложный период, потому что мы все сейчас адаптируемся, мы все сейчас перестраиваемся на другие экономические рельсы, и мы все сейчас будем привыкать к тому, что, ну, как бы, доллар будет там по 150 фунт, будет по 200 рублей, там, что еще, ну, как бы, цены будут высокие. И так, кстати, во всем мире, то есть, сейчас какую страну не возьми, в Европе, в Америке, очень сильно взлетают цены на все, и мы все начинаем жить в новых экономических реалиях. И наши клиенты, они тоже будут перестраиваться, и, ну, как бы, давая им возможность перестроиться, понятное дело, что мы потом, как бы, да, будем повышать цены, и, конечно же, это зависит от того, что и косметика у нас чуть-чуть подрастет, потому что мы тоже, закупая ее, там, покупаем доллары те же, да, или евро. Вот, это неизбежно, но оттянуть, насколько это возможно, сделаете, вы поможете тем самым вашим клиентам адаптироваться и сохраниться у вас в клиентской базе. Вот, но будут все равно часть клиентов, смотрите, которые, которые придут снимать ногти, и если они приходят снимать ногти, мы им будем рекомендовать терапевтический маникюр делать либо в салоне, либо самостоятельно дома делать такой терапевтический маникюр, терапевтический комплекс. И, возможно, клиенты, допустим, да, платили за ногти 2000 рублей, ей сейчас, например, это, ну, не по бюджету, временно, временно, опять же, все перестраивается, да, мы все кризисы это переживали, и когда доллар 6 рублей, потом 30, и когда он 40, а потом 80, 70. Поэтому мы все это переживали, мы перестраивались. Так и здесь мы все это перестроимся. Ничего страшного, как бы, ну, не пройдет, мы просто примем вот эти исходные данные и начнем в этих новых исходных данных жить и приспосабливаться. Так вот, возможно, кто-то начнет делать маникюр за 1000 рублей, не за 2000, да, а за 1000, и это будет терапи-маникюр с этим лаковым лечебным комплексом. Да, ну, тоже прикольно, да, и это будет та маленькая радость, которую женщина себе будет позволять, ну, чтобы какая-то радость в жизни все-таки пока осталась, пока вот это кризисное время переживаем. Вот, хорошо? Так, да. Сейчас фильтр отключу, чтобы не можешь подключать. Можно я вот Екатерину Николаевну отправлю на диванчик посидеть, она такая заботливая, просто, невероятная заботливая женщина, мне очень сильно сейчас прям помогает, и я хочу ее отправить на диванчик. Ты фильтр отключила? Да, отключила я фильтр, господи, какая она! Сейчас опять будет фестиваль в прямом эфире Кати и Вера. Так, вроде я фильтр отключила. Отключила я фильтр или не отключила? Отключила. Да, с клиентами ни в коем случае мы не поднимаем темы политики, религии и все такое прочее, и всячески их подбадриваем. Вот мы вас подбадриваем, и вы подбадриваете своих клиентов и говорите, что время, только время кризисов, это время уникальных возможностей. Только благодаря кризису растет мировая экономика. Это время пересборки, пере-пере-пере-перестройки, пере-чего, да, ну то есть без этого невозможен рост. Так, первое, о чем я хочу сказать, это Natural Force. Поставьте плюсики, кто уже знает, что такое Natural Force и пользовался им, и успешно продает его своим клиентам в домашнее пользование, потому что это очень мощный витаминно-протеиновый терапевтический комплекс, восстанавливающий который мы используем для слоящихся ногтей в лаковом маникюре. Мы можем как самостоятельное покрытие его использовать, можем использовать как базу под цвет, и если клиент снимает ногти, и, кстати, вот ставьте эти плюсики, да, пишите, как он вам, вот как вам этот препарат. Просто убойнейший препарат. Я, когда нашла его, вот этот состав офигенный, да, здесь масло фисташки, здесь стволовые клетки розы, здесь аминокислотный комплекс, здесь... Сейчас я ее, это, стукну. Она мне подходит, зум приближает, представляете, а я начинаю отвлекаться. Здесь растительный пластификатор, и как бы, ну, очень крутой состав, который способствует быстрому восстановлению, замедлению процессов старения в клетках, и клетки, получается, они так быстро теряют связи между собой, потому что клетки, по мере того, как они продвигаются от кутикулы к свободному краю, они вот здесь вот теряют связи между собой, потому что они уже, как бы, жизненный цикл завершен, они к концу свободного края вообще старенькие очень становятся, да, если идет там контакт водой, контакт, там, какое-то воздействие механическое, контакт с водой, то, конечно же, все это расшатывается, приводит к расслаиванию, да, так как мы замедляем процессы старения при помощи этого комплекса, мы делаем клеточки более полноценными, так как там, где они только вырастают, отрастает зона матрицы, зона кутикулы, и в глубину ногтевой пластины там клетки более молодые, там еще жизненные процессы не до конца завершены, то есть там, где могут какие-то терапевтические компоненты еще поступать в клетки, там клетки могут, как сказать, могут кератин синтезироваться более полноценно, и клетки более плотные, более сильно скрепленные, и это предотвращает у нас расслаивание, да, то есть если мы пользуемся этим комплексом в течение трех месяцев, пока у нас ногтевая пластина от кутикулы срастает к свободному краю, у нас происходит полное восстановление, если чисто схематично, я всегда это рисую клиентам на салфетке, рисуйте это обязательно на салфетке, потому что тогда они все понимают, это очень прикольно, смотрите, да, вы говорите клиенту, вот ты пришла ко мне, у тебя там люди медленно, хорошо, смотрите, например, клиент пришел с какими-то травмированными ногтями, и у нас здесь есть ряд повреждений, то есть часть клеток у нас потерялась с поверхности, видите, почему они теряются с поверхности эти клеточки, то есть вот у нас сто процентов продуцируются там в матриксе, в ногтевом ложе, да, продуцируются клеточки, ноготь у нас растет вперед, и он у нас растет как бы снизу вверх, там регенерация идет, но к свободному краю у нас вот сюда срастает, к сожалению, не сто процентов, у нас сюда срастает, но если клиент ухаживает за ногтями процентов 60, если, ну, как бы так себе он ухаживает еще и без лака ходит, там, знаете, типа ногти пусть подышат и все такое, то процентов 40, а если она зубами гель-лак сняла перед телеком или гель, ну, то капец, да, там как бы вот 20% осталось этих ногтевых клеток, тут тонкие тряпочки могут быть, нервные окончания наружу, там под горячей водой, ну, как бы сложно все это мыть чувствительно, и получается нам нужно вот эту толщу ногтевой пластины восстановить, если мы начинаем пользоваться в течение трех месяцев этим лечебным препаратом, вот смотрите, месяц прошел, вот так вот получилось, ага, сросло, вот здесь 100%, 100%, и мы все это закрываем, закрываем, закрываем препаратом, то есть ногти без лака лечебного не носим, мы говорим клиентам, лаком лечебным покрывать каждый день слой на слой, слой на слой, это я сейчас вам рассказываю про домашнюю терапию, потому что, ну, какие-то клиенты останутся у вас на маникюрочке раз в месяц, даже на лаковой, но им домой его нужно давать, этот лечебный комплекс, чтобы там, знаете, что-то скулупнулось, вы ей говорите, лак снимаешь только жидкостью для снятия лака, да, только вот ее нет под рукой, а, есть вот, да, лак снимаешь, если он у тебя начал вскалупаться, только специальной жидкостью, зубами лак не отдираешь, будешь зубами лак отдирать, тоже будет вот такая картина, клетки будут теряться, да, сняла аккуратно лак, да, не может там каждую неделю бегать на маникюр, но ничего страшного, нанеси лечебный препарат, лечебный препарат может наносить каждый день слой на слой, в конце недели, в конце недели можно накопленные слои, смена покрытия, в конце недели можно накопленные слои снимать жидкостью для снятия лака, дальше слой на слой и до следующего маникюра и вот смотрите месяц прошел потом второй месяц прошел третий месяц прошел что происходит у меня ногтевая пластина восстанавливается полностью по форме по толщине арка восстанавливается форма он не вогнутый он продольный изгиб появляется произойдет это через три-четыре месяца и при этом при этом она ноготь защищает то есть у него тут броня из natural force сверху natural force он защищает и тут не только один слой тут она каждый день слой на слой тут в конце недели до семи слоев у нас и это сто процентов гарантированно происходит вы говорите клиенту вот эти все сто процентов клеток мы можем срастить за три месяца вот сюда для этого ну либо домашний маникюр либо салонный маникюр и плюс к этому вечер форс каждый день слой настоит рата там это усвоили это понятно и вы можете давать ей гарантию то есть будешь меня слушаться больше все так по схеме делать я тебе гарантирую тебя полное восстановление ногтевой пластины будет ее толщины положено правильного положения на ногтевую на ногтевом ложе будь об арочки восстановятся красивая форма восстановится и так далее но нам недостаточно иметь только нейчерл форс поэтому я сейчас объясню почему вот эти препараты дополнительно выпустили а для чего они нужны и как ими пользоваться первое смотрите первым мне очень сильно нужен был препарат с похожим составом с похожим состав ну например закончился нейчерл форс чем покрывать ну какая-то альтернатива нужна понимаете какая-то другая альтернатива но вот мало ли нейчерл форс там там проблемы с поставками девочки цену напишут в комментариях сейчас вот на цену мастера пишите только и мы получается вместо нейчерл форса выпустили дополнительные лечебные лайки и я сейчас расскажу какие у них составы и действия то есть если мы берем кератин сером для чего сделали кератин сером потому что он самое главное условие для меня то есть смотрите здесь тоже растительные экстракты здесь тоже растительные экстракты и здесь у нас синтезированный синтетический кератин очень хорошо тоже и наполняет ноготь и делает клетки более полноценными и тоже замедляет процессы старения и вот это вот расслаивание клетки но не так сильно слоятся когда они срастают к свободному краю есть возможность все сто процентов сросить сюда есть конечно у клиента частый контакт с водой но как бы это тоже будет очень сильно влиять поэтому вы говорите там лаком покрываешь а еще пожалуйста ну если будешь стирку устраивать пожалуйста один перчатки будешь генералить там дом свой пожалуйста один перчатки то есть надо без перчаток если ты там ногти свои лечишь восстанавливаешь потому что ну как бы это бессмысленно получается да если при этом у нас частый контакт с водой и она там еще знаете как это мало того чтобы пошла постирала генералку сделала она еще и лак с ногтей сняла чтобы говорится ногти еще и бытовой химией подышали кажется по полной программе так теперь вот кератин серум поэтому мы выпустили дополнительно этот кератин серум чтобы он был альтернатива natural force но чтобы у него был этот телесный оттенок видите ради телесного этого волшебного оттенка я его выбрала потому что волшебный телесный оттенок скрадывает скрадывает если ноготь в красных пятнах в белесостях каких-то из-за истончения то есть когда много перепилен истончен то есть она их зубами оторвало причем не один раз а несколько раз понимаете то есть там же такой трешняк по внешнему виду что это нужно как-то вот ну как говорится придать ногтям деликатный какой-то вот эстетичный элегантный вид вот поэтому как выглядит кератин серум на ногтях это просто какое-то космическое волшебство космического я сейчас но вы сейчас увидите на руках я обязательно его покрою теперь вот эти витаминные комплексы это два витаминных комплекса если допустим клиенту не нужен молочный натуральный оттенок а нужен именно какая-то прозрачная альтернатива прозрачная альтернатива то вот пожалуйста органовая сила и витаминный комплекс вот он так и называется витаминный комплекс и это прозрачные базы их можно также использовать послойные смотрите вот эти все препараты можно использовать послойно. А, кстати, кто знает, какие препараты нельзя использовать послойно? То есть есть лечебные препараты, кто у нас учился в курсе маникюра, они знают, которые нельзя использовать вот так вот слой на слой. Кто знает, какие-то... У нас их, кстати, нет в ассортименте, мы их даже не выпускаем. Ну, они реже используются. А эти все препараты все можно использовать послойно. И их все можно использовать пооддельно, и можно использовать в комплексе. Например, берет клиент витаминный комплекс и пользуется витаминным комплексом, потому что у него ногти с дефицитами большими, то есть у него внутри сильная нехватка витаминов, из-за этого кожа не очень хорошая, волосы не очень хорошие, ногти не очень хорошие, много дефицитов и как следствие дистрофии, расслоения и так далее. И он, допустим, начинает какие-то препараты принимать вовнутрь, витаминные, и витаминный комплекс наносит на волосы, также витаминные комплексы можно применять для волос и так далее. И он берет, допустим, вот этот витаминный комплекс. Если ногти очень сухие, не просто какие-то дефицитные, а именно сухие, то рекомендуется орган-пауэр, потому что здесь органовое масло в составе, и это делает сухие ломкие ногти, то есть это просто слоящиеся. Видите, витаминные комплексы, это просто слоящиеся ногти, а это слоящиеся, сухие, ломкие ногти, потому что органовая сила, она дополнительно еще и питает, увлажает и делает ногти более пластичными, более эластичными, потому что когда ногти сухие, вот, возможно, вы замечали, вот покрытые ногти, они не ломаются, да, лаком покрытые, особенно когда в несколько слоев, послойно. А если я ногти, допустим, снимаю жидкостью, снимаю жидкостью, может буквально пройти 2 часа, если я ногти ничем не покрыла, они становятся очень сухими, они теряют там оставшуюся влагу, и они, знаете, вот такой малейший удар обо что-то, и он такой бымс и сломался. Было у вас такое? Ну, то есть я вот сейчас специально вот эту руку ношу чисто лаковую, эту руку, она у меня гель-лаковая, и я прям, ну, прям отслеживаю, что с ногтями, как, чего происходит, почему они ломаются, почему не ломаются, что способствует тому, что они не ломаются. Подходит ли это для детей? Да, подходит, да, подходит. Можно ли их купить отдельно? Они все продаются по отдельности, все продаются по отдельности. Если мы их используем как терапию, смотрите, как терапевтический комплекс, ну, например, в маникюре, у нас клиенты, ну, сейчас, да, будут, допустим, кто не сможет быстро перестроиться под экономические новые реалии, да, они там будут чуть-чуть себе бюджетики урезать, и, возможно, будут переходить на лаковый маникюр, ну, дай бог, чтобы они на цветной лаковый маникюр переходили, потому что, ну, например, у нас лаковый маникюр стоит, например, 1300, а маникюр без лака цветного стоит 1000 рублей. Вот смотрите, ну, я сейчас пример нашей цены, вы свои там подставляете, да, вот у нас лаковый маникюр стоит 1300, а без лака, 1300, а без лака у нас маникюр стоит 1000, 1000, ну, я понимаю, возможно, там задратые цены, но у нас центр города, как бы для нас это адекватно, вы на свои цены просто смотрите, это просто пример. Но у нас здесь получается цвет, а здесь просто лечебный, лечебный, то есть у нас маникюр гигиенический, без лечебного препарата никогда не делается, то есть у нас Natural Force по умолчанию в любом нецветном лаковом маникюре, ну, как гигиеническом маникюре, потому что мы говорим клиенту, как, она говорит, ой, мне просто маникюр, и знаете, как приходит клиент, давайте сейчас, чтобы вы на меня чуть-чуть посмотрели, приходит клиент и говорит, мне просто, что там, маникюр, ой, 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 говорит, мне просто маникюр, без ничего, мы говорим, нельзя без ничего, нужно обязательно хотя бы лечебный препарат покрыть, она, а почему, и вы говорите, это входит в стоимость, доплачивать не нужно, то есть у нас в маникюр входит массаж, это по умолчанию, лечебный лак, два слоя, это по умолчанию, даже не спрашиваем, наносить, не носить, и у нас, кстати, даже бустер входит по умолчанию, то есть мы не спрашиваем, берем, бустером обрабатываем, говорится, чтобы было, вот, я почему потому что без лака носить нельзя есть тебе я тебе сейчас лак на ногти не нанесу не нанесу ты выйдешь из салона половину переломаешь почему потому что они будут сухие ломки обезвоженные и малейший удар и они у тебя просто поломаются без лака носить ногти нельзя это защита это увлажнение это большая эластичность это даже вот ну они лучше реагируют на удары такие ногти ну понятное дело это защита от того же контакт с водой это защита от расслаивания от механического воздействия и это то же самое как вот вот скажите мне кто-нибудь из вас выходит на улицу без крема на коже на лице мы не не выходим на улицу без крела на лице это вообще зашквар сейчас для женщины крем на лицо не наносить перед выходом из дома здесь ветер мороз кожа она начинает быстро изнашиваться первые признаки старения и если как говорится девочку не приучить 20 лет крем на лицо наносить перед выходом из дома у меня был 40 лет кожа как у подошвы понимаете а это тоже культуру ухода за собой нету смысле я молодец крем наносишь вот поэтому то же самое мы здесь говорим если ты крем на лицо наносишь то ногти ногти вот лак для ногтей это крем крем защитный для ногтей это услышали это поняли вот и наш теперь задача теперь прям вот смотрим внимательно внимательно уловите суть суть которую я вам сейчас буду доносить мы же с вами все таки знаете но тоже как бы не не бесплатно работаем то есть мы как бы заточены тоже на доход на заработок и вы понимаете блин ну тысяча такая как бы это прикольно да вот этот вот генический маникюр лечебный да ну как-то хочется вот такие вот за это стоимость делать ну скажите ну кто хочет за вот эту стоимость делать ногтя ну как бы подороже то есть мы все равно стремимся увеличивать средний чек и мы говорим клиентам смотри как бы маникюр лечебные мы вводим маникюр терапевтический лечебный что это за он стоит как цветной он стоит как цветной почему потому что я буду обрабатывать ногти в этом терапе маникюр то есть поэтому мы вводим вот услугу я напишу терапи терапи маникюр и он по цене одинаково как и цветной вот что цветной что терапевтические 1300 1300 или говорить к лету я тебе там бустером обработаю я тебе вот скоро желе выйдет как-то нет желе вот сюда вы желе поставить я тебе смотрите скоро выйдет кондиционер ногтевой это увлажнитель очень крутой который восстанавливает водно-жировой баланс в ногте опять же эту сухость убирает ломкость гелевых ногтей тоже конечно смотрите это в первую очередь после снятия вот терапи маникюр это в первую очередь после снятия то есть клиенты сейчас начнут снимать ногти вы их будете пересаживать на терапи маникюр раз в месяц и между процедурами дома они у вас должны пользоваться какими-то каким-то из этих препаратов какой-то один она должна купить и послойно слой на слой вот так вот наносить то есть это то что вы сейчас им будете предлагать если не вдруг в башку стрельнет снять ногти лишить себя счастья великого в жизни так вот так вот мы бустером обработаем здесь вот у нас желешечка скоро появится желешечка это такой кондиционер который восстанавливает сухость ломкость обезвоженность если мы снимаем лак жидкостью для снятия лака которая сушит или мы снимаем гель 법 жидкостью для снятия гель-лака которая тоже сушит ну и вообще все слушать и гель-лак сам сушит ногти все сушит вот и здесь 1 1 на это такое смотрит скоро выйдет желе мы желе нанесли пожиле сделали значит по кондиционеру сделали сам маникюр потом бустер нанесли бустером значит обробовать найти Первый этап ухода, второй этап ухода, значит, третий этап ухода я наношу какую-то лечебную базу прозрачную, терапевтическую, ну, это либо орган пауэр, либо натурал форс, то здесь они очень прям вот аналогичны, выбираете сами, ну, я сейчас прям по комплексу пойду, можно потом и витаминный комплекс нанести, либо сверху, и затем два слоя, смотрите, два слоя кератина, два слоя кератина дает нежный, элегантный, благородный оттенок ухоженных, здоровых, красивейших ногтей, И если клиенту нужен эффект непокрытых ногтей, а где интенс, интенс, и если клиенту нужен эффект непокрытых ногтей, то мы можем нанести сверху либо интенс, это, знаете, новый сейчас у нас лечебный матовый лак, Ногтевой восстановитель, либо матовый, либо лак с матовым эффектом, и у нее вообще, я сейчас покажу, кстати, как выглядит и под глянцем, да, кератиновое покрытие, и под матовым, Очень красиво это все выглядит, можно ли при унихолизисе? Можно, но это не будет лечить унихолизис, это будет помогать очень быстро сращиваться, да, унихолизису, не то чтобы даже лечить, а профилактику гриппового заболевания и стимуляцию роста будет дополнительно делать антифунгал, То есть при унихолизисе терапи маникюр, конечно же, можно, только вот здесь еще плюс антифунгал, антифунгал в домашнее пользование Вот, да, вот интенс, это лечебный препарат, только матовый, матовый, я вот сюда его поставлю, и понимаете, то есть у меня слоев столько же, сколько и в цветном покрытии, столько же, сколько и в цветном, Только это не цветной маникюр, а терапевтический, и я спокойно могу брать 1300 рублей за этот маникюр и не делать маникюр по самой дешевой цене Вот, смотрите, Маргарита пишет, слова клиентов, лучше и быстрее восстановления не было, огнище, огнище Сколько стоит бустер терапия для клиента? У нас нисколько, смотрите, так как у нас маникюр, простите, 1300 рублей, это охренеть, как дорого Есть, тоже есть такие цены, но я Москву не беру, Москве, конечно, дороже Но вообще, ну, для регионального города 1300, ну, такая, ну, нормальная цена Поэтому у нас бустер, смотрите, у нас входит, входит в маникюр Здесь расход, как у ультрабонда Есть ультрабонд? Да я сейчас котиху тут загоняла Ну, короче, очень маленький И вот смотрите, вот вы же, когда делаете гель-лак, вы кому-то ультрабонд наносите, кому-то не наносите ультрабонд У вас от нанесения ультрабонда стоимость гель-лака меняется? Нет, не меняется Так вот, и, да, вот ультрабонд я вам показываю, да У вас стоимость от того, что вы нанесли ультрабонд или не нанесли, меняется или не меняется? Ну, нет, не меняется, кому-то нанесли, кому-то не нанесли, кому-то наилпред нанесли, кому-то не нанесли На сухие наносим на, там, влажные не наносим наилпред Ну, как бы расход одинаковый Поэтому у нас в салоне, мы для себя такую политику, как бы, приняли У нас маникюр лаковый, неважно какой, просто гигиенический или цветной терапевтический, у нас не зависит цена от бустера. Вот я захотела, бустер нанесла, если вижу, что ногтик капец в халамину, а если я вижу, что бустер нет необходимости, захотела, не нанесла. Это понятно по бустеру? Если у вас маникюр дешевый, есть такие салоны, у которых, смотрите, 200 рублей маникюр, все к нам, 200 рублей маникюр. То есть это такой, знаете, прикол есть в эконом-сегменте, то есть там цена маникюра ставится очень-очень-очень дешевая, на нее идет как бы призыв, это такой магнитик клиентов. А на кассе ему, значит, так, ну еще там массажик плюс, покрытие, значит, покрытие с вас, потом что там еще, а, еще мы тут вот маслица вам нанесли, а еще бустер, значит, бустер, и тут, знаете, с вас 1500 на кассе. Знаете такие салоны? У кого такой прайс? У кого такой прикольный прайс? Ой, вот в Москве много таких салонов. Да и у нас в Ростове тоже много. Для чего нужен бустер, спрашивали? Сейчас расскажу, для чего бустер нужен. Так, начинаем мастер-класс показывать. Ну, вот я так не могу, мне нужно все теорию дать людям, чтобы они понимали. Смотрите, вот теперь про бустер говорю, для чего бустер нужен. Вот давайте берем ногтевую, да что ж это такое, тут Екатерина Николаевна лезет под руку. Так, бустер, смотрите, вот ногтевая пластина, она на поверхности может вот здесь вот иметь какие-то, знаете, расщепления, какие-то повреждения, где-то расслоения. Ну, вот я условно так вот рисую, чисто схематично, опять же. Да, вот что-то где-то какие-то там, ну, она как бы где-то может быть даже разрушенная чуть-чуть. Да, и вот мы наносим, допустим, бустер. Где наш бустер? Вот он, наш бустер. Мы наносим его, смотрите, тончайшим слоем. Это жидкий-прижидкий полимер. Мы его наносим и греем под феном, либо под лампой накаливания. И нам нужно, а есть ручка, и нам нужно, чтобы у нас бустер как бы проник в ноготь. Вот прям проник. Это пример приведу. Вот представьте, бутерброд, хлеб, вы положили сливочное масло и засунули в микроволновку. Что произойдет? Масло расплавится и пропитает полностью хлеб. Вот так и с бустером происходит. То есть, если мы нагреваем, прогреваем нанесенный бустер на ногти, он начинает проникать вот так вот в ноготь глубоко, этот жидкий полимер. Но у него в составе есть масла, масло авокадо и жжоба. Опять же, для слоящихся и для сухих ломких ногтей огненная терапия. И мы вот, смотрите, пропитали ноготь вот этими маслами с полимером. Все так проникло, как масло сливочное в хлеб при нагреве. И потом мы после прогревания убираем излишки. Мы вот эти вот излишки с поверхности убираем. То есть, наша задача сполимеризовать этот полимер внутри ногтя. Услышали? Полимеризуется он потом в лампе LED внутри ногтя. Поставьте плюсы, если поняли. Сейчас покажу. Вот теперь можно переходить к мастер-классу. Вот теперь можно переходить к мастер-классу. Так, давайте. Ручки. Это не какая-то Екатерина Николаевна. Это сделали уже маникюр? Да, здесь уже подготовленные руки, потому что можно витаминный комплекс под гель-лак наносить. По поводу лакового квадрата. Молодцы, что спрашиваете. Ну вот сейчас, последний тогда вопрос. Это тоже важно. Спасибо, что спросили. По лаковому квадрату. Есть техника в гель-лаке, когда мы на ногтевую пластину, это съемные техники гель-лаковые, когда мы на ногтевую пластину перед нанесением гель-лака, вот таким вот образом наносим в центр лаковый квадрат. Кто работает по технике лакового квадрата, съемного гель-лака, ставьте плюсики. Так вот, в качестве лакового квадрата абсолютно все, все вот эти лечебные препараты можно использовать. Все они подходят для лакового квадрата. Поэтому выбирайте, что хотите. Хотите Natural Force, как по привычке, да? Хотите органовую силу или витаминный комплекс или кератин-серум. Вот что под руку попалось, то и нанесли в виде лакового квадрата. Вот, молодцы. Молодцы, что спросили. Так, мы снимаем блеск. Смотрите, прежде чем наносить бустер, нам нужно подготовить ногтевую пластину. Готовим мы как под гель-лак или под гель. То есть мы шлифовочной пилкой, там 100-180 единиц, просто аккуратно снимаем блеск с ногтевой пластины. Чтобы у нас поверхность ногтя, она была пористая, то есть не глянцевая. Особенно если клиент, допустим, с лаковым маникюром ходит и пришел, у него уже блеск восстанавливается. То есть вот этот вот естественный блеск натуральный нам нужно убрать. Ну тут, кстати, видно, что у девочки ногти после снятия, и видно границы. Смотрите, видите, граница. Вот эта граница, вот здесь полноценный ноготь, а вот тут травмированный ниже. Я тебе сейчас это, не знаю, Катя, отойди, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну честно, у меня как бы терпение есть. Так, девоньки, все хорошо, мы не подеремся. Так, кстати, а вам нравится, когда вам под руку лезут? Поставьте плюсы, кто сейчас солидарен со мной. Не любит, когда кто-то лезет под руку. Под руку может и клиент залезть. И мастер, кстати, с соседнего стола. Это твоя зона роста, Вера. Ой, точно, точно, это моя зона роста. Я же забыла. Ну вот сейчас после этого эфира пойду в клуб, буду терапевтировать свой затык вместе с девочками в клубе. Свою сону просто. Короче, берем и обезжириваем. Обезжириваем. Сняли блеск. Я прям на четырех пальчиках покажу, не буду. Обезжириваем. Обезжириваем. Берем бустер. Берем бустер. И наносим на обезжиренную подготовленную ногтевой пластину. Многие спрашивают, кстати, а можно бустер делать под гель-лак? Ну, под гель-лак, конечно, можно. Особенно, если это съемные техники. Это каждый раз под гель-лак, под лак. А вот под гель тоже спрашивают. А можно, Вера, под гель? Под гель можно. Но под гель это делают разово при первом наращивании. Я думала, что там, знаете, как это? Масла могут там ухудшить сцепку. Так мастера сказали, ой, слушай, Вера, знаешь, наоборот. Когда ноготь в хламину, в хламину, то есть вот этот полимер жидкий, он проникает в ноготь. Он скрепляет вот эти все чешуйки между собой при полимеризации. И мы же потом обезжириваем, прежде чем наносить гель-лак, гель, лак тот же. Говорит, стоит гель намного лучше на ногтях, вот если они в хлам изношены, на ногтях, обработанных бустером. Вот, поэтому даже под гель тоже его можно использовать, но только разово. Почему разово? Потому что гель мы потом не снимаем, да, и при отрастании на зону коррекции, ну, уже это бессмысленно делать. Уже это бессмысленно, потому что при отрастании здесь полноценный ноготь, он не изношен, здесь все огонь будет. Да, вот тебе говорят, девочки, спасибо, Катюшеньке, за поддержку. Катя вообще на самом деле молодец, она очень помогает. Смотрите, теперь берем лампочку, вот такую лампочку накаливания. Да, давай, давай. Выкручиваем. Ой, ой, а что тут патроны делать? Смотрите, выкручиваем из икеевского. Чем икеевские лампы хороши? Ой, блин, что мы будем делать без икеи? Ну, я поздравляю тех, у кого круглая лампа икея есть. Смотрите, вкрутили сюда лампочку накаливания. Берем ручку, вот так зажимаем, вот так вот, у паучка, вот. И греем. Все, греем две минутки. Греем две минутки. Я могу пока поотвечать на вопросики, пока прогревает. То есть, и вот здесь эффект, как бутерброд со сливочным маслом в микроволновке. Полимер, он становится еще более жидким при нагревании и проникает в более глубокие слои кожи. То есть, он глубже пропитывает ногтевую пластину, доносит масла в глубокие слои. И сейчас сразу скажу, чем это отличается от АБИКС комплекса. Есть АБИКС, все его знаете, да? Потому что мы, когда изучали систему АБИКС, у них два этапа. У них вначале полимер наносится, пропитывается, прогревается, полимеризуется, а потом сверху масла. И когда мы с химиками разбирали этот вопрос, ну, как бы, а в чем смысл тогда этих масел? Потому что, если я лак наношу или гель-лак, я же потом обезжириваю, и получается, все эти масла опять убираю с поверхности. А вовнутрь они у меня не проникают, потому что там уже полимер сполимеризованный. И нам химик говорит, девочки, а давайте сделаем два в одном, давайте масла введем в полимер. Полимер пропитывает масла, доносит в глубину ногтя, чтобы ноготь был более эластичный, пластичный, а не сухой, ломкий. И когда у нас полимер сполимеризуется, он удержит масла внутри, часть масел он удержит в ногте за счет полимеризации. А те масла, которые эмигрируют на поверхность, мы их, да, обезжирим перед нанесением лака и гель-лака. Поэтому бустер и бустерапия, это прикольнее, чем Абикс, потому что это препарат два в одном, и он позволяет масла удерживать в ногте при полимеризации. Если все понятно, поставьте плюсики. Если вот понятно, разница. Все, все, готово. Готово. Сейчас мы поменяем лампочку. Поменяем лампочку. Выкручиваем лампу накаливания. Опять лампу освещения. Секундочку, девочки. Ага, все, и продолжаем работать. Видите, очень удобно, то есть не нужно каких-то дополнительных приборов иметь на столе. Вот мы бустер пропитали. Вот мы бустер пропитали. Он у нас проник в глубокие слои ногтя. В глубокие слои ногтя. И теперь нам нужна безворсовая салфеточка квадратная. Безворсовая салфеточка. Безворсовая салфеточка обязательно сухая. Сухая, ничем не смоченная. То есть нам нужно убрать вот эти излишки бустера, да, излишки полимера бустера на поверхности. То есть вот в таком состоянии нельзя полимеризовать. Если это понятно, поставьте плюсики. Нельзя полимеризовать. Потому что если вы вот эти остатки, излишки сполимеризуете на поверхности, они могут потрескаться по колодце и дать сетку. И здесь мы пропитываем. Пропитываем так сухой салфеточкой перед полимеризацией. То есть мы просто убираем аккуратно. То есть не надо тереть. А просто так салфеточку приложили. Все, что лишнее, да, салфеточка там вот в себя впитала. Все. И теперь мы берем лампу. Лампу. И в лампе сушим. Сушим в лампе. Сушим две минутки. Сушим. То есть мы полимеризуем бустер только внутри ногтевой пластины. Только внутри ногтевой пластины. Схема бустера. Угу. Так, сейчас посмотрю, есть ли вопросы какие-то. Феном можно, конечно, можно феном. Фен – это горячий воздух. Под горячим воздухом тоже будет бустер проникать в более глубокие слои ногтя. Ну, они не смогут очень сильно нагревать феном, потому что клиенту будет… Я уже заблокировала. Угу. Потому что клиент будет очень горячо от фена, Вера. Лучше лампу накаливать. Слушай, ну, девочки спрашивают, я говорю, можно. Ну, нет лампы накаливания под рукой, можно феном. Большой палец потом? Нет, большой палец вместе. Просто я сейчас так как эфир. Видите, они вместе пять пальчиков вот так вот греются. Просто так как эфир, я делаю только четыре пальчика. Хорошо? Сразу пять. Сразу пять. Вера, я сделала бустер, а лаковый квадрат забыла. Можно сделать снятие, а не полностью, а коррекцию? Конечно, можно. Если вы не делаете лаковый квадрат, вы тогда работаете с гель-лаком по системе коррекции. Ну, когда просто кутикулки доложили, и все. Вот теперь, смотрите, у нас бустер сполимеризовался внутри ногтя. Бустер имеет накопительный эффект, поэтому его рекомендуется наносить, ну, обрабатывать ногтевую пластину каждый раз после снятия лака или гель-лака, если это в съемном варианте делается, но только в салоне. То есть бустер у нас не используется дома никогда, потому что клиент не сможет это сделать профессионально. Он его там сверху сполимеризует, там затечет это все под кутикулу. Если затечет под кутикулу, ну это капец. Короче, они не могут этим препаратом пользоваться дома. Вот. Оставшиеся масла, которые мигрировали у нас на поверхность, видите, у нас полимер сполимеризовался, часть масел удержали, и мы берем и подготавливаем ногти к покрытию лака, обезжириваем. Обезжириваем, потому что лак на масла, конечно же, не наносится. И мы убираем вот эти остатки масел с поверхности ногтя. Убираем остатки масел с поверхности ногтя. Все, убрали. Вот они, видите, кстати, вот у нее вот эти вот белые пятнышки, какие-то белесости. Вот это вот все у нас сейчас вот этим кератином перекроется. Очень круто. Вот это все, все вот эти вот погрешности убираем. И вот мы пойдем, как у нас вот в коробочке они лежат, вы никогда не ошибетесь, в какой последовательности наносить. Можно прямо вот как в коробочке они лежат, вот так и наносить. Берем сначала органовую силу. Берем органовую силу и наносим. Хочется на дно Natural Force? Можно, можно. Они взаимозаменяемы. Так, берем органовую силу и наносим. Тоненький слой. Вопросы можете написать, я на них сейчас отвечу. Ну, одна девочка написала, что сушит феном, она регулирует температуру. Да, я считаю, что, конечно, можно феном. И феном, и лампой накаливания. Есть, знаете, еще лампочки такие нагревающиеся, которые раньше для пленки Minx использовались. Они тоже дуют теплым воздухом. Вот такие лампы можно для термопленок использовать. Вот мы нанесли органовую силу. После органовой силы я не буду витаминный комплекс наносить, потому что я хочу интенсом сверху покрыть. Вот интенсом. Я витаминный комплекс сверху нанесу. Теперь я беру вот этот серум, серум кератиновая, кератиновая сыворотка по-другому, и делаю два слоя кератина. Он уберет все белесости, покраснения и даст красивый цвет ногтевого ложа. Он очень хорошо наносится, не дает никаких там, знаете, разводов, каких-то неровностей в цвете. Вот сколько мы сушим. Вот как вы лаковое покрытие делаете? Вы точно так же и покрываете. Вот вы нанесли первый слой на пальчики, базу, например. И вот пока вы с мизинца до следующего мизинца идете, да, все 10 пальчиков покрываете, у вас лак, первый слой просыхает. У вас лак, первый слой просыхает. Потом вы просто второй слой наносите. Пока второй слой наносите, допустим, да, это первый слой цвета, у вас там подсыхает этот первый слой. А цветное покрытие, если хотят, в какой момент? Не-не-не, здесь вот смотрите, в терапевтическом комплексе цветной не предполагается. Если вы делаете цветное покрытие, то вы только один слой лечебного лака наносите, любой, любой, один слой. Вот что-то выбрали какой-то лечебный, один, и один слой нанесли, как базу. И после этого, пожалуйста, цвет, цвет, после цвета нанесли топ. Ну вот, нанесли топ, просто прозрачный, да, или матовый там, допустим. Вот, а в терапевтическом комплексе, когда это вместо цвета, вместо цвета терапин, видите, вместо цвета терапевтический комплекс. Здесь цвет не предполагается. Здесь цвет, вот он, пожалуйста, это, это кератин серум, это вот цвет наш. На ногах можно? Конечно, можно. Как часто можно менять это покрытие? Вот оно начинает, допустим, всколупываться. Понимаете, вот мы же сейчас нанесем 4 слоя лака. Если у клиента начинаются сколы, он дома, он же не бежит там, допустим. Сколы могут начаться там, знаете, ну и через 5, через 7 дней. Потому что если ногти ослаблены, то, ну как бы, сколы, они очень сильно зависят там от контакта с водой, от степени изможности ногтевой пластины, от того, насколько она мягкая, гибкая, да, если она сильно двигается, гибкая, да, лак может сколоться. То есть зависит там от качества ногтей, как долго будет носиться лак. Поэтому если лак начинает скалываться, да, клиент может лак... Он потом сейчас появится, ты просто спросишь. Камеру показывай. Так, девочки, поставьте плюсики. Ну вот, вот видишь, вот смотри, что происходит, на это лезешь. Мутно было, я тебе сделала зум дальше. Поставьте плюсики, если меня слышно. Слышно ли меня? Слышно, отлично, хорошо. Пока мы тут это с этим звонком чуть-чуть задели мизинчик, но сейчас мы его поправим. Так, наносим второй слой. Наносим второй. Так вот, клиент, если начинает скалываться, если начинает скалываться у нас лак, он снимает жидкость у дома и может сам сделать себе покрытие. И делать это послойно, каждый день. Понимаете? То есть мы клиенту рекомендуем каждый день слой на слой наносить. Каждый день слой на слой. Видите, такой оттенок получается очень естественных, уж кожаных ногтей. Мы сейчас немного подсушим это. И сверху на два пальчика нанесем мат интенс, чтобы вы увидели под матовым лечебным покрытием эффект. А на другие два пальчика нанесем витаминный комплекс. Он и ту же функцию топа как бы выполнит, при этом он тоже на витаминной основе. И вы увидите. Потому что почему вот мат интенс мы выпустили. Сейчас очень много там тех же блогеров, блогеров, стилистов, которые пропагандируют моду на ничем не покрытые ногти. То есть типа это зашквар вообще чем-либо покрывать, ногти должны быть такие естественные и голые. Мода на голые ногти. Поэтому таким стилистам надо доносить в смысле голые ногти. Я понимаю, мода и все такое, мы тоже типа модные. Но я без крема на лицо, я из дома не выхожу. И ты, даже если ты стилист и у тебя в моде голые ногти, ты наносишь интенс на ногти, хотя бы интенс. И с вот этим кремом на ногтях, который дает тебе эффект голых, непокрытых ногтей, ты на улицу вообще в жизни, ногти без ничего носить нельзя. Они сразу ломкие, хрупкие становятся. Там еще вопрос про чтение был. Каждый день слой на слой. А старая снимать? Да, в конце недели. Смотрите, накопили слои в течение недели, в конце недели снимаем. В конце недели снимаем и заново слой на слой. Витаминный комплекс наносим сюда. Он у нас выполнит функцию топа. Вот такое будет глянцевое покрытие с витаминным комплексом. А интенс нанесем на другие два пальчика. И у нас будет эффект голых, непокрытых ногтей, но при этом с красивым, здоровым оттенком ложа. С красивым, здоровым оттенком ногтевого ложа. Сейчас подсохнет матовый интенс, и мы посмотрим, как это выглядит у нас уже в подсохшем виде. Так, очень классный лак матовый, уже попробовала на клиентах. Да, сохраните эфир, обязательно сохраним эфир. Так, а сила природы чем снимать? Тоже жидкостью для снятия лака. Лаки мы снимаем, и гель, лаки, жидкостью для снятия лака. Можно пост для клиентов после эфира? Как правильно все наносить? Обязательно под эфиром все напишу. Обязательно все напишу. В каталоге, я вот думаю, у нас есть там описание нанесения? А, а лукбук дайте мне маленький, там есть описание четкое. Есть, есть, вот сейчас все подсказывают в конце, наверное. Так, сейчас мы посмотрим. О, смотрите, открываем каталог, мои девочки, в маркетинге. Какие, мало, смотрите, они о вас позаботились. Они в каталоге, если у вас каталогик есть, смотрите, вот вам. Система восстановления поврежденных ногтей. А, ну, здесь не, здесь набор восстановления, здесь не терапия. Ну, смотрите, здесь то же самое, здесь то же самое. Бустер, бустер, да, какая-то лечебная база, потом два слоя натурального серума, кератина, да, и топ. Либо матовый интенс, либо глянцевый витаминный. Ну, то есть, в принципе, на эту схему можно сориентироваться. Так, ну что, давай посмотрим твою ручку. Вот, смотрите, они подсохли. Они подсохли. И сейчас можно видеть, да, вот здесь вот матовый оттенок у нас. Такой, знаете, здоровый блеск здоровых ногтей. И глянцевый блеск. Видите, и глянцевый блеск. А, фильтр, а нет фильтра. Верно, ты же переворачивала, видела, что фильтр срабатывает на тебе. Смотрим, видите. Огонь. Поставьте мне огни, плюсики, чтобы я понимала, что вы все увидели. Вам все понятно. Разница между матовым, между глянцевым. Вы видите оттенок серума. Да, как выглядит серум. Если бы я просто, допустим, натурал форс нанесла, да, вот просто сделала гигиенический маникюр и натурал форс в два слоя. Ну, не то пальто. Вы понимаете, не то пальто. Мне-то надо взять с клиента не тысячу, а тысячу триста. Чтобы это был супер офигенный, крутой терапевтический маникюр с таким просто элегантным видом дорогого, крутого маникюра. Вера, скажите вообще тема. Ну, просто тема. Вера, молодец. Вера, молодец. Сам себя не похвалишь. Ой, господи, ой. Сам себя не похвалишь, но никто же тебя не похвалит. Вот, поэтому Вера о вас думала, не знаю, куда она смотрела эта Вера. Мы, конечно же, ориентировались на моду. На моду вот этих снятых ногтей, непокрытых ногтей. То есть, блин, я сейчас, эти стилисты распиарят эту моду. Клиенты тут припрутся к нам ногти снимать. А мы на чем зарабатывать будем? А мы будем зарабатывать на терапи-маникюре. Ну, они там погуляют пару месяцев с терапи-маникюром. Сейчас я скажу грубо. Подрочатся дома слой на слой покрывать. И придут обратно на гель. У кого такое было? У меня такое 500 тысяч раз было. Но мне же надо ее не потерять. Она после вашего терапи-маникюра, если у вас при этом рот затыкаться не будет, она просто охренеет, понимаете? Она скажет, мастер у меня вообще, просто схемы мне тут нарисовала, лекцию прочитала. Ну, а то, что сейчас, ну, вот это время, да, такое переломное, переходное, да, и здесь вот будет вот этот момент, что, возможно, кто-то на месяц, два, три снимет ноготочки и вот, ну, где-то что-то вот на этом поэкономит, да. Ну, и кто-то у вас останется в салоне делать терапевтический маникюр, а кто-то домой уйдет, скажет, слушай, даже на лаковый маникюр не могу к тебе приходить, и вы им продадите тогда просто лечебный какой-то препарат, можно один, можно комплексом, и продадите наборчик для домашнего маникюра. Помните, этот наборчик для домашнего маникюра, где палочка, щеточка, кутикла-ремовер, маслица, кремужик, научили ее делать домашний маникюр и говорите, давай, я в тебя верю. Мы прорвемся, это время возможностей. Сейчас херанет какой-то, нет, этот бизнес разорился у тебя, похер, новый запустишь, новый будет еще успешнее, и я тебя жду на гелевый маникюр или на гель-лаковый маникюр. Вот. Прощайся. Так, ну что, я вас очень сильно люблю. Ногти, ломающиеся вдоль терапии, может укрепить. Смотрите, ногти, ломающиеся вдоль, к сожалению, только укреплять гель-лаком либо гелем. Лак не может держать такие трещины. Может еще такие трещины удержать файбер там с гель-лаком и с пудрочкой, либо клей плюс пудрочкой, ну какие-то такие вот, да, наборчики для ремонта. Но и то, как бы. Вот хороший вопрос. Так, за 1300 клиент хочет носить маникюр месяц, а с терапией системы они будут носить его до сколов меньше, как клиенту это объяснить. Так, ну здесь вот не совсем я поняла вопрос. Ну что маникюр с лаком носится меньше, что? Меньше, конечно, меньше, конечно. Как объяснить это клиенту? А почему лак меньше держится? Потому что это не такой полимер устойчивый, как гель-лак и гель. То есть, понимаете, ну лак есть лак. Лак на каких-то клиентах вообще до первого мытья посуды. И мы таким клиентам даем вот эту послойную технику. Ну, начал он скалываться. Ну, сотри и заново покрой. Каждый день слой на слой. Там скололся, стерла, тут же опять покрыла. И опять слой на слой. И вот эта вот музюка их хоть каждый день. Вы знаете, как крем мужик на лицо наношу. Так вот, отыграйся. Есть, кстати, клиенты, которые любят так играться. Они там каждый день слой на слой. Маслится на если, ну там, помассажировали. Вот, поэтому здесь они же не приходят. Вот смотрите, когда клиенты идут на лаковый маникюр, на лаковый маникюр, они не идут за стойкостью. Потому что здесь стойкость определяется полностью качеством натуральных ногтей. Когда они идут на лаковый маникюр в салон, они идут за кайфом. Посидеть, покайфовать, чтоб мне кутикулку там обрезали, массажик сделали. Я потрындила с мастерами, с другими клиентами. Увиделась, в свет вышла. Ну, как бы поняла, что я жива. И что жизнь продолжается. Люди вокруг счастливые в салоны ходят. Понимаете? Вот, они, как бы, лаковый маникюр, это так, ритуал по уходу. Еще там вопрос. Так, при покрытии девочкам от 14. Вот. Каждый день слой на слой все компоненты по очереди наносить. Какой-то один выбирается. И вот, допустим, любит клиент прозрачный Natural Force. Вот он каждый день Natural Force. Нравится ему кератин, то, что он молочный такой, натуральный. Он кератин себе вузикает каждый день слой на слой. Я, как себе, вот смотрите, дома у меня вот эта рука, я с ней играюсь. Она у меня, видите, смотрите, какой цвет красивый. Она у меня, кстати, под этим терапевтическим комплексом. И я это делаю дома. Я играюсь вот так вот. Я вот, ну, я представляю, какой клиент опыт сейчас будет проходить. Здесь все, как бы, и знаем все это, да. И если вот чуть-чуть там где-то что-то скололось, например, я взяла, стерла, тут же органовую силу. Два слоя серума. Потом, значит, витамины. То есть я, вот, ну, как бы, я по полной программе играюсь. Я играюсь все, с всеми слоями. А можно каким-то одним. Здесь клиент сам решает. Ну, не все смогут купить сразу три, понимаете. Кто-то купит вот один кератин и будет счастливый, довольный, что у него вот такие вот накатули, смотрите. Красивенький, ухоженный, здоровый бит имеет. Так сладко наговорили. Смотрите, вам не надо точно, я вас умоляю, вам не надо. Но можете одну ручку в качестве демонстрации клиенту иметь, потому что, ну, как вы говорите, там, не бойся, не пугайся. Ну, если сейчас есть необходимость такая снять, ничего страшного, я с тобой, я тебе сейчас вот так сделаю. Думай, если что, будешь поддерживать. Заходишь прийти ко мне поболтать, ну, там, раз в два месяца придешь на маникюрчик на гигиенический, да, с терапевтическим комплексом, я тебя жду, ля-ля-ля, конечно, смотрите, да. До 7 слоев это стандартная схема лечебная. Смотрите, мы ее 20 лет мастерам маникюра даем на курсе маникюра. То есть это вообще классика-преклассика, когда любой лечебный лак берется, но только витамино-протеиновый. И вот так каждый день слоя на слое в течение 3 месяцев. Ну, можно там, знаете, на второй месяц чуть-чуть уменьшать, значит, количество слоев. Там можно не 7 в неделю, там, а 4-3, а потом там на третий месяц можно и 2 слоя за неделю, а потом просто как базу под свет, когда уже ногти полностью сросли и восстановились. То есть там вообще, как она… Я просто сейчас не хочу там усложнять, мозги вам засирать. То есть там, если это по схеме прямо идти, то есть там через каждые 2 недели мы увеличиваем разрыв между покрытиями на 1 день. Ну, это сейчас у вас мозги вскипят просто. Нет, это не линзы, это фильтр. Идет макияж. Спасибо. Учитесь говорить сладко, вкусно и вовлеченно, зараженно. Знаете, как со страстью в глазах, со страстью в голосе. И будет огонь. Без бустера можно? Можно, конечно. Если у вас нет бустера, вы можете делать без бустера. Срок годности 3 года во флаконе, 12 месяцев после вскрытия. Хочу покрыть все-таки еще раз скрип. А, скрип. Давайте мы сейчас в сториз. Сейчас Катя в сториз выложит фоточку, хорошо? Выложишь фоточку? Да. Все, всем пока. Вопросики пишите под пост, отвечу. А ты мне текст напишешь для поста?